И в развитии молочной темы наша съемочная группа побывала в Аликовском районе, чтобы узнать, почем нынче деревенское молоко. Сейчас закупочная цена на молоко 11 рублей за литр. Жители деревни сетуют, что именно летом, когда самый высокий надой молока, цена на него резко падает. Настолько, что затраты по производству практически не окупаются. Отсюда и сокращение поголовья коров. Меньше стали держать. У нас тоже было две коровы. Только одну оставляли. За такую цену не хочется работать. Сено надо кощить. Тысячу рублей дадим. Первый указ. На шестьдесят сотых тысячи рублей. А это когда оправдает? Молоко у сельчан чаще всего покупают перекупщики. Иван Волков один из них. Каждое лето он ездит по деревням. С одной стороны, это помощь жителям сельскохозяйственных районов. Молоко не прокисает в ожидании. Но с другой стороны, хотелось бы получать хоть какую-то прибыль за свой труд. Цены на молоко в зависимости от сезона меняются. Так Иван Волков решил, что с 1 августа литр молока будет стоить до 13 рублей. Вовремя стараемся давать деньги. Каждые 10 дней, значит, 15 дней мы им это дело по списку выдаем денег. Получается, почему? Я знаю, те деревни, которые наши машины не успевают доезжать, там цена другая. Даже здесь разница в рубль уже. Если мы 12, у них там 11 или 10, 50. Даже в этой деревне. Ну, большинство народ видит, что мы держим цену. И большинство молока у нас. Вопрос цены на молоко сельчане поднимают каждый год. Дотации в бюджете на это не предусмотрено. В своих поездках по районам глава Чувашии Михаил Игнатьев обязательно встречается с сельчанами и обсуждает эту тему. Здесь надо находить компромисс, вести переговоры с закупщиками, договариваться о цене. Екатерина Кудряшова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.